Здарова! Сегодня видео у нас будет немножечко новой информации по поводу будущего обновления. В общем-то, всё это у нас запланировано уже на этот четверг, до обновы осталось совсем чуть-чуть, ну и разработчики решили поделиться парой корректив в балансных правках. Итак, погнали! Вой и Жакей. Дополнительно к уже анонсированным правкам мы добавляем улучшение перка обеих кабин. Теперь урон оружия и дронов увеличивается, пока в радиусе 40 метров от вас есть машины врагов, вместо 25 метров ранее. Но мне кажется, Жакей как и не катался, так и не будет кататься, просто потому что у него моделька неудобная. Это, мне кажется, главный минус. И есть более сильные аналоги, да и вообще на бирюзовых у нас в кабинах, мне кажется, ну практически никто не катается, либо синева, либо эпик, а бирюзы я практически не вижу. Ладно, идем дальше. Я думаю, отдельный тест-драйв на Жакей я сделаю, потому что его прям активно апают уже несколько обновлений. Беграма. Дополнительно к увеличению скорости ног им апнули, добавили еще 10 км в час. Теперь время переключения между режимами ног и колес составляет 1,2 секунды вместо 1,75 секунды. Ну тут 0,55 разница, мне кажется, вы ничего не заметите. Максимальный угол поворота колес увеличен на 25%. Вот это, я думаю, будет ощутимо, будет кататься приятнее и тачка будет поворачиваться быстрее. И дальше у нас тут целый список апа грузоподъемности. Апают вообще все гусли, апают даже шнеки. Грузоподъемность увеличена с 2 тонн 800 до 3 тонн 100 кг. Ну, в общем-то, я не буду, наверное, это все зачитывать. Я думаю, вы это и так все видите. Но всем апают грузоподъемность. Идем дальше. Бедный-бедный шкурадер. Время перезарядки увеличено с 5 до 7 секунд. Мне кажется, шкурадер по нерфили из-за сборки, которая собрана на двух шкурадерах. С огромным хп, с огромной массой, там ступор еще стоит. Вот именно из-за этой сборки у нас нерфят шкурадер по всем фронтам. То есть, сейчас их особо в двух экземплярах не поставишь. Будет очень долгая перезарядка. Плюсом нерфят еще и один шкурадер. То есть, будет перезарядка одного шкурадера дольше. Ну вот как-то так, пацаны, докатались. Эти сборки многих, видимо, бессили. Поэтому разработчики решили внести коррективы. Якадзуна. Теперь, если перк активен, но машины находятся в невидимости, дроны не будут выпущены до тех пор, пока машина не выйдет из невидимости. Время перезарядки перка снижено с 30 до 25 секунд. Вот это изменение, мне кажется, неоднозначное. То есть, в каких-то случаях это будет хорошо, в каких-то случаях это будет плохо. Соратник. Теперь, если перк активен, но машина находится в невидимости, дроны не будут выпущены до тех пор, пока машина не выйдет из невидимости. Как у Якадзуны, то же самое. Фортуна. Дополнительно к свободному вращению орудия вокруг своей оси. Скорость поворота увеличена на 125%, то есть будет она крутиться быстро. Добавлено улучшение на увеличенную скорость поворота оружия. Плюс 10%. Афина. Оптимальная дальность сокращена со 150 до 120 метров. Максимальная дальность сокращена с 250 до 200 метров. Ну, мне кажется, несущественно. Конечно, дальность нерфа это неприятно, но могли понерфить урон или что-нибудь такое. Тем не менее, мне кажется, Афина будет кататься хорошо, как и сейчас. Особо ничего не поменяется. В общем-то, это все небольшие изменения в балансных правках. Все, что здесь у нас не написано, остается так же. Ждем. Осталось совсем чуть-чуть. Пишите в комментарии свое мнение. Ну, а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok